В первой части я расскажу об истории и иероглифике. И во второй части мы подробнее расскажем о том, как это работает. Возможно, вы не поверите сразу, но многие из вас начнут уже понимать какие-то иероглифы к концу лекции, даже на интуитивном уровне. Хотя изначально эти знаки кажутся многим страшными. Если вы посмотрите за мою спину, где изображены типичные иероглифы, многие люди, вообще, когда узнают, что я преподаватель японского языка, самый частый вопрос — это как это все может поместиться в голове, как эти знаки не путаются и так далее. Потому что для обывателя, для человека, который особо этим не занимался, вот такие картинки выглядят страшно. И когда я показываю, допустим, текст, который состоит приблизительно из таких картинок, его, допустим, читают уже через полгода ученики, ну, через полгода вполне можно читать уже простые тексты учебные, вот так выглядящие, ну, не с такими прямо канзи зверскими, но приблизительно так же, людей это обычно поражает. Давайте же разберемся, почему, как устроены иероглифы, и что помогает их запоминать и читать. Я часто буду говорить не иероглифы, а канзи. Как и вообще японисты, они говорят зачастую не иероглифы, а канзи, потому что иероглифы — это общий термин, это египетские иероглифы, там и китайские и так далее. А канзи — это именно японские. Так их называют сами японцы — канзи, то есть ханьские знаки. Японцы заимствовали иероглифику у Китая в период правления в Китае династии Хань. Кан — это ханьский, а дзи — это знак или буква. Отсюда пошло слово канзи. То есть это то же самое, что иероглиф. Грубо говоря, оно звучит чуть-чуть короче. И так говорят японисты. Также, чем японский язык уникален, возможно, вы знаете, в нем есть не только иероглифика, но и две азбуки уникальных. Такого нет нигде в мире. Обычно в языке или просто азбука, как, например, у нас, или иероглифика, как, например, в Китае. Или арабская вязь — это тоже, по сути, азбука. А там и иероглифы, и азбука. Потому что азбука дополняет иероглифы. Она помогает писать иностранные слова. Потому что для города Хайков мы же не придумаем иероглиф. Для каждого города, для каждого имени нужна азбука для иностранных слов. И нужны изменяемые окончания, суффиксы. Допустим, вот я хожу, ходил, буду ходить. Вот эти изменяемые части слова, они показываются азбуками. Этой темы я не буду сейчас касаться, но на канале 15 на 4 у нас есть мое видео о возрождении азбуки Хирогана. Так что можете посмотреть его и разобраться, зачем эти азбуки нужны. Мы говорим, собственно, об иероглифах. Сами иероглифы, за счет того, что они были заимствованы у Китая, имеют два чтения. Так называемое японское и китайское. Китайское так называемое, потому что оно видоизменилось под фонетику японского языка. И, возможно, у вас возникнет вопрос, почему мы не можем, раз у нас есть иероглифы и азбука, перейти просто на азбуку, как, например, делаем мы. У нас нет желания придумать в нашем языке еще и иероглифы, чтобы обозначать всякие слова. Одна из главных причин – это большое количество созвучий. Посмотрите за моей спиной. Все эти иероглифы читаются как щи. Например, четверка – это самый левый от вас верхний знак. Дальше это иероглиф смерть. Это, кстати, дало почву для суеверия. То есть число 4 считается несчастливым, как число 13, потому что оно звучит точно так же, как смерть. Также таким образом у нас читается филиал. Дальше большой город. Гражданин, воин, ребенок, я, бумага. И это, казалось бы, сложно. Но суть в том, что это китайские чтения. Они употребляются настолько в сочетаниях. А японские чтения употребляются, когда слово стоит само по себе. То есть имеет один корень, одну основу. И поэтому по сочетаниям на самом деле всегда можно почти разобраться. Ну а графически можно разобраться за счет того, что иероглифы разные. Если бы у нас была просто азбука, то каждый раз, когда мы пишем щи, было бы непонятно, на что мы имеем в виду. Если мы не знаем, конечно же, контекста. По поводу деформации. Вот, например, эти два иероглифа. Вакабаяси. Это такая известная японская фамилия классическая и топоним. А китаец по счету эти же иероглифы как Шаолинь. То есть молодой лес. Смысл один и тот же. Но Шаолинь – это название известного китайского топонима, где находятся монастыры, где учат боевым искусством. Японские чтения, так называемые японские и китайские чтения, вот эти вот, они очень похожи. То есть японцы, если почитать по китайским чтениям, прочтут Шаолинь. Это очень близко к Шаолинь. В принципе, они узнаваемы. Но пока, думаю, вам все еще кажется, что это сложно. Что все-таки два чтения, в одних случаях мы читаем японскими чтениями, в одних случаях Вака, в других случаях Що. Это все-таки сложно. Давайте я попробую убедить вас, что нет. Это не выглядит как попытка убедить, что нет. Но смотрите, вот это слово, которое наверху, читается как джиминто учу кайо кайхатсу токубецу и инкай. Я мечтал так сделать, поэтому я прикрепил картинку. Она не имеет отношения к чтению этого слова. Вам могло показаться, что это слово, токубецу, кайхатсу, точнее, кайхатсу токубецу и инкай, оно длинное. Но давайте посмотрим, как то же самое звучит у нас на русском языке. Специальный комитет по вопросам освоения мирового океана и космоса при либерально-демократической партии Японии. То есть в биографах это 14, а буквы, и это без учета пробелов, а пробелов нет в японском языке, кроме как после знаков припинания, 94, то есть это огромная экономия лексических средств. Это название реально существующего комитета, то есть это я просто взял с сайта либерально-демократической партии Японии, как классический пример такого сложного названия, которое намного короче звучит на языке. Ну и само название, допустим, первые три иероглифа, да, деминтоо и либерально-демократическая партия. То есть колоссальная экономия и устно, и письменно языковых средств таким образом происходит, потому что в длинных сложных словах мы используем короткие чтения, а в коротких словах мы используем длинные чтения. И таким образом язык сбалансирован. Идем дальше. Всегда мы можем понять по внешнему виду иероглифа, что это такое. Если мы посмотрим на дерево, то, пожалуй, мы можем увидеть здесь дерево, да, но медведь, здесь уже очень сложно понять, что речь идет о медведе. Хотя все иероглифы изначально произошли из значков, которые были рисунками, как и египетские иероглифы, они были рисунками, изображающими, что о них изображено. Но посмотрим на историю развития нашего мишки. Вот в красном кружочке, а вот в этом кружочке, вы видите самую древнюю версию знака медведь. И здесь мы уже видим, у него есть лапки. Ну, это ближе к медведю, чем то, скажем так. У него две лапы, раскрытая пасть, он куда-то идет. Идет он к костру. Вот эти четыре нижних черточки, это костер, к которому выходит мишка. И со временем произошла деформация, так как знаки обобщались, стилизовались, и произошла деформация, то есть лапы нашего медведя превратились в ложки, это элемент ложка. Его открытый рот превратился, вот это вот слева вверху, в букву Му, а его тело превратилось в иероглиф Луна. Это иероглиф Луна. То есть медведь, конечно, не похож на Луну, которая идет на нас с двумя ложками, но стилистически они вот так заменились на более узнаваемые элементы, чтобы иероглифы выглядели единообразно, и их было легче систематизировать по вот этим элементам. И все иероглифы состоят из вот таких элементиков. Кстати, по поводу того, что тело медведя стало Луной, это интересное совпадение, потому что сами японцы называют своего медведя, гималайского медведя, медведь лунного круга, скиновагуна, так сказать, потому что у него лунный круг как бы полумесяц на шее. Хотя это является совпадением, то что Луна — это просто подобие, продолговатый иероглиф Луна, и он стал именно заменой тела. И вот все иероглифы, они состоят из вот таких составных элементов, как ложка, Луна и так далее, что и помогает иногда проследить их историю. И теперь во второй половине этой короткой лекции попробуем разобрать, как же это работает. Рассмотрим самые простые иероглифы, такие школьные, совсем начальных классов. Посредине у нас иероглиф «человек», слева женщина, справа мужчина. Как мы видим, человек и женщина, они простые, они не имеют много штрихов. Они называются одноэлементными. Еще эти элементы, они называются ключи или называются радикалы. Да простят меня биологи и математики за использование слова радикалы, но они называются радикалы. Человек и женщина – это простые, а мужчина, как видите, там побольше черточек. То есть он двухэлементный, двухрадикальный. Поэтому такие иероглифы, как человек или же женщина, могут сами входить в состав других иероглифов. А мужчина тоже входит, но он входит с большим трудом, скажем так. Разберем, из чего же у нас состоит мужчина. Он состоит, нижняя его часть. Вот у нас мужчина, его нижняя часть – это элемент сила, чкара. И его верхняя часть – это элемент поле. Это, в общем-то, понятная аналогия. То есть древний Китай, основная деятельность мужчины, было сельское хозяйство. То есть мужчина кто? Тот, кто прикладывает силу в поле. В общем-то, легко проследить логику. Снизу мы видим уже составной иероглиф из мужчин и женщин. Да, видите, тут как бы двое мужчин, они плющат женщину, которая, видите, она сплющена. Ну, они все сплющены, потому что они должны поместиться. Это иероглиф набуру, то есть издеваться, издевательство. И у него есть вторая форма написания. То есть он также может писаться, как две женщины, которые плющат мужчину. Он может писаться и так, и так. Там есть два варианта, просто эта форма чуть-чуть чаще используется, поэтому я ее взял в лекцию. Вот. Как же мы можем добавлять и организовывать сложные иероглифы из элементов? Самый простой путь, к которому мы можем пойти, это добавление одинаковых элементов. Например, вот у нас есть уже знакомое нам дерево. Бац, добавили опять дерево, получилось роща, хаящи. Дальше добавили еще одно дерево, получился такой густой лес, море. Больше трех добавлять считается стилистически громоздким. Таким… Ну, уже иероглиф считается перегруженным, поэтому максимум именно одинаковых знаков, одинаковых элементов у нас три. Например, многие из вас в социальных сетях видели шутку про иероглиф, который состоит из трех женщин. Я лично на нее натыкался, что, мол, иероглиф из трех женщин означает шум. И действительно, такое значение и в китайском, и в японском языке у этого иероглифа есть, но есть еще одно значение – это разврат. То есть там супружеская измена, в общем, подобные вещи тоже записываются. Тоже просто мы три раза использовали один и тот же элемент – женщина. Вообще без женщины в японском языке никуда. Ну, и не в японском тоже, но женщина входит в состав более чем 115 разных иероглифов. То есть очень много. Мужчина буквально там в 4-5 входит. Почему? Потому что женщина, она очень легко плющится, деформируется, и ее очень легко засунуть, всунуть в любой знак. Рассмотрим примеры с женщиной и попробуем проследить логику. Например, левый верхний иероглиф, видите, у нас вот женщина вверху, справа вверху элемент называется опять или снова, и снизу элемент сила. То есть женщина, опять сила. Этот иероглиф означает стараться, прикладывать усилия, трудиться усердно. Логично. Дальше. Женщина, снова, опять-таки тот же элемент, и нижний элемент сердце. Женщина, опять сердце. Это иероглиф окору. Он означает злиться, обижаться на кого-то. Женщина, снова сердце. Дальше. Женщина, видите, теперь ее уже так чуть-чуть сплющила в другой плоскости, вон правый верхний, чтобы уступить место элементу, который означает добро или хорошей. Хорошая женщина. То есть это иероглиф означает дочь, мусме. Нижний ряд, нижний и левый. Женщина под крышей. Это безопасный. То есть женщина под крышей, она защищена. Дальше. Посмотрите. Женщина на дереве, но при этом под крышей. Средний. Это уже идея. Это некий проект, план. Вот что означает этот иероглиф. План, проект. И правый нижний иероглиф это женщина и ребенок. Это означает любить. То есть слово любить, один из вариантов слова любить, нравится как человека, так и какой-то объект, записывается элементами женщины и ребенок. И просмотрим еще три. Ну, по сути, два популярных элемента. Второй популярный элемент в китайском, конечно же, собака. Итак, собака. Собака — это вот это, как вы, наверное, уже поняли, повторяющиеся во всех этих иероглифах, левая вот эта часть с двумя штрихами и изогнутая. Слева у нас собака и дыня. Дынная собака — это лиса. То есть что такое лиса? Это, по сути, собака, но цвета дыни. Если мы думаем, как древние китайцы, которые придумывали эти иероглифы. Средний иероглиф. Это вы можете помнить по дочери. Это хорошая собака. Хорошая собака — средний иероглиф. Это волк. Олками. То есть хорошая собака. И в верхнем иду последний. Деревенская собака — это тануки. Это енотовидная, собственно, собака. Еще как брасука переводят, но это не совсем корректно. Тануки иногда это так и называют. И нижний иероглиф, который один стоит вот здесь. Смотрите, у нас тут собака, поле, которое вам уже известно, по иероглифу мужчина. Вот этот квадратик, поделенный на четыре части. А сверху — это элемент трава. То есть собака, живущая в полях и в траве. Это кошка. То есть кошка пишется через элемент собака. И вот таких открытий, чем дальше же ты путешествуешь по этому волшебному миру японского языка, ты их делаешь все больше. Почему? То есть изучение японского, почему оно мне нравится, это как путешествие по такой волшебной стране, где ты все больше узнаешь историю всех этих знаков и того, как это все происходило. И делишься там с другими. И третий элемент — это сердце. Ну, вы его уже чуть-чуть видели, там, где брулемент злится. Да, вот оно. В обычном виде, а в остальных иероглифах оно сплющенное такое внизу. Итак, верхний второй — это недостаточность сердца. Вот этот элемент, такой как крестик, означает недостаточность. Как вы думаете, что означает этот иероглиф? Недостаточность сердца. Кто сказал бессердечность, был ближе всего это зло. Злость. Аку пишется вот так. Известный писатель Акунин на своих книгах часто пишет себя именно как злой человек Акунин, так и злодей. Он тоже, кстати, японист, данный писатель. То есть недостаточность сердца — это у нас зло. Дальше. Сердце и верхний элемент, правый, третий иероглиф. Сердце и верхний элемент означают сейчас. Сейчас в сердце — это мысль. Слово мысли. Нижняя строка, самая левая. Элементы сердца и внутри. Внутри сердца. Это верность. То есть внутри сердца хранить верность чему-нибудь. Нижний и средний. Сердце и гибель. Погибель, кончина. Еще один иероглиф. Что? Инфаркт? Нет. Какие еще варианты? Близко. Близко те, кто сказал расставание и разлука. То есть смерть и сердце — это забыть. Иероглиф в ассурере. Забывать. Когда кто-то для вас в сердце умер. Забыть. Все еще чуть-чуть красивее, чем казалось. И последний иероглиф — это меч, клинок и опять-таки сердце. Это иероглиф щинобу — красца, прокрадываться. От него пошло слово шиноби. То есть китайское чтение этого иероглифа нин. Оно дало основу в слову ниндзя. То есть шпион, лазутчик, тот, чья профессия — пробираться, прокрадываться, прижимая меч к сердцу. И теперь мы можем уже догадываться о смысле слов по элементам. Например, здесь у нас огонь, похожий на костер, самый левый элемент. В среднем иероглифе мы видим колосья слева. Ну, похоже на дерево. Колосья и огонь. Колосья в огне. Как вы думаете, какое это время года? Осень. Все-таки осень. Когда все будто бы в огне, красное. Это осень. И справа у нас что? Осень в сердце. Тоска. Совершенно верно. Тоска, печаль, грусть. Меланхолия. Когда в сердце будто бы осень. Совершенно верно. Таким образом, даже самые зверские канди, если мы знаем элементы, если мы знаем их историю, они для нас понятны. Рассмотрим зверские. И левый достаточно зверски выглядит. Это театр. Он состоит из элементов. Голова тигра, тело свиньи и справа меч. Это еще один вариант меча. Почему так? Потому что в Древнем Китае был ритуал. Воин перед битвой совершал ритуальный танец с головой тигра в шкурах, в том числе свиных, и с мечом. И это были первые театрализованные постановки того времени. Поэтому голова тигра, тело свиньи и меч стала основой для иероглифа театра. Это еще экскурс в историю. Далее иероглиф голубь. Он записывается как птица. Вот этот правый сложный элемент – это птица. И левый элемент – это цифра 9. Почему 9? Потому что 9 по-японски – кю или ку. И голубь будто бы, когда курычет, он говорит ку. То есть для японца это как птица, которая говорит цифру 9. Как птица выходила, говорила 9, 9 для нас. Поэтому они его записали так. То есть птица и цифра 9. Тоже замечательная история. И на наклейках, которые разложены у нас там в коридоре, и на столе вы можете увидеть вот этот иероглиф. И на тизере к этой лекции в анонсах был вот этот иероглиф, который в самом низу. Это иероглиф «маю». Он означает «кокон». Вы видите, что общей крышей соединены два элемента. Левый – это ниточка, а правый – это насекомое. То есть насекомое будто бы у нас спеленино ниточками. И потом из этого кокона родится бабочка, которая находится у вас уже только на наклейках. Я ее специально вставлял в презентацию. Бабочка – это то же самое насекомое, но уже с иероглифом листва. Таким образом, даже вот вы, узнав элементарный элемент, начали уже догадываться о значении иероглифов. Поэтому выучить на самом деле даже сотню, даже больше тысячи этих знаков, если это все истории, которые цепляются в вашей голове одна за другую во время этого путешествия по японской и китайской истории и культуре, не так сложно. Меня зовут Борис Мороз, и спасибо за внимание. Хотелось бы спросить, как японцы набирают текстовые сообщения в телефонах, на компьютерах с помощью канзи. Да, это частый вопрос. То есть есть же азбуки, и с помощью азбуки можно полностью записать японское слово. Так пишут детки маленькие, которые еще… Если видите японские детские игры, то там зачастую написано все азбукой. У меня в детстве были пиратские картриджи, и я не знал, что там сплошная азбука. Мне казалось, это иероглифы. Вот. И там только по смыслу догадываться. И вот эту азбуку, она 40 знаков, они отлично помещаются на клавиатуре, они набирают азбукой. Или можно латиницей. Есть официальная латинская транскрипция, так набираю я, например. Там с английской раскладки, с латиницей ты набираешь, и дальше тебе выдается самый частый вариант иероглифа. Если там 17 знаков, тебе выдается самый употребимый. И дальше пробелом ты переключаешь варианты. Ну и на телефоне чем-нибудь другим. И вот так это работает. Ну и там по элевантности тебе выдаются варианты. В принципе, довольно быстро получается, если приноровиться к этой системе. Вот так азбука и вариантики проклацываешь. Так мы вводим. Еще девушка. Спасибо за живую лекцию. Микрофон-то у меня. Я хотела спросить, насколько корректно вы считаете применять слова «женщину легко деформировать, всунуть и сплющить»? Там, где можно сказать, что иероглиф «женщина» легко компактизируется? Это первый вопрос. И второй вопрос. Неужели только иероглиф «женщина» может быть изменен в своем формате в Канзе? Я сказал, что женщина и человек легко суются, легко плющатся. Я сказал специально, как шутку, что не иероглиф «женщина» и иероглиф «человек», а женщина и человек легко суются, легко плющатся. Спасибо. Очень интересная лекция. Хотелось бы задать вопрос по поводу происхождения иероглифов. Придумываются ли они сейчас в данный момент? И когда они закончились придумываться, если они закончились придумываться? Ну, конечно, иероглифы придумываются, когда появляются новые слова. Есть специальная комиссия, которая их утверждает. Действительно, новые иероглифы придумываются. Придумывал он был иероглиф «электричество», например, когда появилось слово «электричество» в XIX веке. И как он выглядит? Это, по сути, иероглиф «гром» или «молния». Там два значения. И к нему как бы проводок такой идет. То есть доработанный иероглиф «молния». И вот таким образом придумываются новые иероглифы. И есть иероглифы, которые придумываются и в Японии в том числе. Они называются «кокудзи». То есть японцы тоже уже за собой оставляют право придумывать новые знаки. И более 20 иероглифов было придумано именно уже в Японии. А еще вы сказали, что алфавит, да, вроде алфавит, используется для написания иностранных слов. Это только для личных названий? Или же вот как придумали электричество. Не знаю сначала, как его записать. Сначала может быть какой-то вариант промежуточный. Ну иностранные слова и так называемый «гай райгу» это целая тема в японском языке. Они очень любят брать иностранные всякие корни, придумывать их, составлять слова компиляции, которые даже непонятны иностранцам. Допустим, вот на лекции про свенг я рассказывал про термин «араса». То есть так называют людей около 30 лет. Это от английского «around 30». Это настолько деформировано, что «араса-ти» с японского, да, и «араса», что совершенно невозможно понять. Там очень много чего используется катакана. Она используется как стилистический прием. Некоторые японские слова мы можем записать катаканой полностью. То есть как показать, что это в кавычках, и что это кличка какого-то персонажа, или что это что-то такое, что вот не совсем правильно нужно понимать. То есть она очень широко употребима. И детки, опять же, в основном пишут катаканой, потому что она проще, вот эта азбука для иностранных слов, катакана, она проще, ее первые учат. Так что это еще и дети используют ее для всего. Спасибо большое за лекцию. У меня вопрос. А сколько в среднем человек в Японии должен знать иероглифов для того, чтобы называться грамотным? Ну, есть на это норма Министерства образования Японии. Собственно, она указана в документах Министерства образования. Это 2136. Иероглифов для японца, закончившего японскую школу. 2136. Спасибо. Это не так много, учитывая, что их там 10 тысяч, включая географию, включая устаревшие. И последний вопрос сейчас будет. Ну, может, мы успеем еще Александра. Ладно. Спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, вот я так понимаю, что все канти состоят из маленьких кусочков? Из так называемых радикалов или элементов? Ну, нет, вот женщина и человек не состоят, они простые. Там один. То есть они сами, сам себе элемент. Или там вот. И скажите, пожалуйста, если вот попадается какой-то иероглиф, который вот этот из страшных, который состоит из маленьких кусочков, могу ли я понять его значение по вот этим вот кусочкам? Ну, про это и была лекция, собственно, да? Что вот даже, да, вот и Аня угадала слово осень и другие, там, догадываясь по значению слов, хотя, по-моему, Аня даже не была на репетициях. Она вот именно угадала. То есть все работает. Давайте посмотрим вот самый зверский, и в начале наверняка все равно кто-то сейчас есть задается вопросом, а это что за страшилище, да? Это замечательное слово, которое вот черным написано. Это истребитель-бомбардировщик. И в принципе общий смысл можно догадаться, потому что слева у нас бомба, тут у нас огонь, так называемая нижняя вода, там, где атакующий, у нас машина, бить, рука, тоже можно догадаться. Там, где вот то, что это механизм, последний огонь, там тоже дерево, две ниточки, которые соединены с алибардой. Ну, можно догадаться, в принципе. То есть если вы знаете абсолютно все элементы, вы поймете, что это какая-то машина, которая что-то взрывает, скажем так. То, что это именно самолет-бомбардировщик, нет, но вот где-то такое понимание вполне можно себе в голове сочинить. И Саша. Меня всегда интересовало, как японцы при таком зверском количестве аммофонов, они друг друга в устной речи часто неправильно понимают? Ну да, это одна из причин, потому что устно мы же не можем показать иероглиф руками как-то. Почему в японском телевидении столько субтитров? Если в виде японской шоу, там субтитры, субтитры, влазят огромные обычно буквы. Это еще и потому, что людям может быть действительно непонятны из-за большого количества созвучий. А в устной речи остается только на контекст, надеяться с друзьями и так далее. Спасибо.